Вышел я на Фултон Стрит, сейчас поверну на Бродвей и пойду на свой автобус. Вот в продолжении темы стартапов. У меня самого есть такая вот идейка, но это такой стартап для русской Америки только. Сделать бота. Я не думаю, что мы привлечем к ним деньги какие-то для того, чтобы потом на этом зарабатывать, но сделать бота, который будет отвечать на запросы клиента. Человек пишет, хочу в Америку, его бот отвечает, есть ли у вас виза, он говорит, есть виза. Дальше бот отвечает, вы хотите попутешествовать, либо остаться. Он говорит, хочу остаться, дальше бот отвечает, вам нужна легализация. Он говорит, да, нужна легализация. Робот, все это прописывается алгоритмом. Нужна легализация. Какая легализация вам нужна? Есть такие-то способы. Он выбирает способы. Для того, чтобы подать, например, на программу EB1 или на политическое убежище, нужно сделать то-то, то-то, то-то. Нужна ли вам социальная адаптация? Нужна. Что такое социальная адаптация? И так далее. Бот все это рассказывает. Это, конечно, облегчит очень нам труд. И людям будет понятно, потому что все это останется у них в переписке, и они не будут задавать одни и те же вопросы много раз. Конечно, людям, которые не совсем умеют пользоваться компьютером, им будет сложно, но с такими можем поговорить по старинке. Так что вот тема ботов, она сейчас очень актуальна. Если вы, обращаясь, кстати, к зрителям Русской Америки, если у вас есть практика написания ботов, вы хороший компьютерщик, пишите нам. Это интересно. Пообщаемся, потому что я уже веду переговоры с программистами, но честный тендер, конкуренция, это всегда хорошо. Поэтому выберем лучшего из лучших. Вот старый наш офис, 222 Broadway. Здесь мы раньше находились. Сейчас переехали буквально рядышком на Broad Street. Ну, не сейчас, а уже какое-то время назад, но не очень давно.